В течение недели отрядом пиротехнических работ МЧС ДНР выявлено и обезврежено 121 единица взрывоопасных предметов. Обследовано 20 гектаров сельскохозяйственных полей, а также более 3 гектаров различных территорий. Кроме того, проведено обследование 2 гектаров территорий военного лицея, расположенного в Ленинском районе города Донецка. За неделю в республике произошло 46 пожаров, на которых один человек пострадал в городе Амбросиевка. Ущерб от пожаров составил более 150 тысяч рублей. Также была оказана помощь населению республики и другим службам 70 раз. В аварийных ситуациях спасено 3 человека. На этой неделе вследствие попадания взрывоопасных предметов произошло 5 пожаров. Из них 3 в городе Докучаевск и по одному в городе Горловка и Есиноватском районе. Так, 28, 30 и 2 июня в городе Докучаевск неоднократно подвергался артиллерийскому обстрелу нефтеперерабатывающий завод нефтепереработка. В результате повреждено технологическое оборудование и уничтожены остатки нефтепродуктов. Пожарные Докучаевской пожарно-спасательной части после каждого артобстрела ликвидировали очаги горения. Также имело место тушение пожаров вследствие попадания взрывоопасного предмета 30 мая в поселке Яковлевка Есиноватского района на территории регионального центра по обращению с отходами. Сотрудники реанимационной противошоковой группы горно-спасательной службы МЧС ДНР четыре раза оказывали помощь горнякам, которые получили различные травмы на шахте Комсомолец Донбасса и шахтерское глубокое города Кировское, а также Щегловское глубокое города Макеевка и шахте имени Засядька города Донецка. Продолжают иметь место в случае аварийного открывания дверей квартир, в которых остаются запертыми малолетние дети. Такие ситуации имели место в городах Донецк, Амросевка и Кировская. А вот 30 мая в городе Янакев оставленные без присмотра родители дети возрастом полтора и два года пытались вылезти из окон квартиры, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома. Спасатели Янакевского отряда МЧС с особой оперативностью при помощи шансового инструмента открыли входную дверь квартиры и обеспечили доступ в помещение сотрудников полиции и социальной службы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...